Вырывается пламя. На перилах балансирует девочка. Сосед сверху повис на балконе и протягивает ей руку. Её маленькую сестру он уже поднял наверх. Эта история спасения детей из горящей квартиры в приморском городе Флокино поразила всю страну. Спустя два дня после пожара 12-летняя Настя благодарит спасителя. Алексея Резниченко, тот самый сосед сверху, немного стесняется внезапной славы. Юноше 21 год. Он работает младшим инспектором в исправительной колонии и занимается боксом. Спорт и помог выдержать невероятную физическую нагрузку. Я соскальзывал, то что моросило, и когда она мне руку ещё неправильно дала, я обратно поставлю вторую девочку. И потом уже нормально затащил. Тяжело было? Ну, немного. Мама Алексея рассказывает. О подвиге сына узнала из видеоролика в интернете. Не в его правилах хвастаться поступком. Он застенчивый, ему чуть похвалят. Даже у меня на работе семь красок сойдёт с него. То есть его возмущает, когда кто-то упал, а ему даже подняться не помогут. Спатённые девочки сейчас временно живут у родственников в соседнем городе. Старшая знала, как вести себя при пожаре и сделала всё, чтобы спасти трёхлетнюю сестру Алису. Намочила мокрое полотенце, вышла на балкон, начала кричать. Начало там делали внизу покрывало, ну, стелили, ну, поднимали. Они говорили прыгать. Я не стала прыгать. Думаю, порвётся что-нибудь. Так выглядит сейчас квартира, где в момент пожара оказались сёстры. Выгорело полностью. Дым распространился моментально. Если бы девочки пробыли здесь ещё немного, задохнулись бы. Очень маленький балкон. В длину нет и полуметра. Здесь с трудом помещаются два человека. При этом довольно высоко. Пятый этаж. Но времени на раздумья не было. Сосед сверху максимально наклонился, протянул руки и буквально вытащил девочек из горящей квартиры. Екатерина, мама Насти и Алисы, рассказывает, что теперь едва ли не ежечасно ей звонят и предлагают помочь. Одеждой, игрушками, средствами гигиены. В администрации Фокина уже сообщили, что погорельцы могут рассчитывать на материальную помощь. Мы сейчас предложим из маневренного фонда жильё. Ну, естественно, чтобы за лето подготовить и чтобы дети уже пошли в школу 1 сентября в нормальных жилищных условиях. Матери, спасителя и спасённых никогда не общались, будучи с соседями. Сейчас встретились впервые. Хотела бы сказать спасибо за такого прекрасного сына. Как-то вот так вот. Да, не пальцы, очень пальцы. А Алексей сегодня собирался на боксёрские соревнования, но его планы изменились. Юношу пригласили получить награду от губернатора. За героизм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!